Итак, друг, приветствую тебя! Меня зовут Артур. Сегодня я тебе расскажу про игру Magic Craft, но не просто про какую-то информацию, а именно про геймплей, про каждого героя. Какие скиллы, какие есть карты, какие там фишки есть. То есть я официально могу заявить, что в YouTube я первый, кто подробно расскажет про каждого героя, потому что это очень важно. Когда в 2023 году игра эта взорвет, вы уже будете подкованы и знать, какую NFT купить, а какую нет, чтобы не тратить просто так ваши средства. Поэтому досмотрите это видео до конца, оно реально будет интересным. Погнали! Друзья, и конечно же подпишитесь на YouTube и Telegram канал, чтобы быть первыми в сводке новостей по Magic Craft, по другим проектам и так далее. Собственно, прежде чем мы перейдем к мобильной версии геймплея, сейчас две новости вам расскажу. Первая по Magic Craft, если мы в Twitter перейдем. Кстати, у меня также есть Twitter, можете подписываться. Канал называется ByArto. Вот, и здесь уже лайки какие-то есть, если вы есть в Twitter. Итак, по Magic Craft видим, что у нас есть моба версия, а есть RPG. То есть Magic Craft в самом начале разрабатывался как RPG. Сейчас она немножко как моба, но все это доделывается в то, что сейчас мы играем. Это процентов 30, наверное, от всего, что хотят сделать. Поэтому реально будет масштабной. Давайте посмотрим про Twitter, что я хотел сказать. Небольшой квиз у нас от SafePal нужно скачать. Вот здесь вот новость. Полтора миллиона токенов и 350 NFT разыгрывает. Это просто невероятное количество. Поэтому обязательно переходите и смотрите. Наверное, эту новость я оставлю в описании. Вот такая вот новость у нас. MCRT Tournament. Что это такое? То есть мы, это такая закрытая сейчас информация. Даже я еще не видел ее. И сейчас разрабатываются различные задания. То есть мы можем сами устраивать определенный пул вознаграждения. Тот или иной турнир. И скидываться, и зарабатывать в будущем. То есть это реально круто. Выбираем карту, выбираем. Ну, как просто хост создает. Скидываемся токенами MCRT. И победная команда, кто выиграет. Они зарабатывают и забирают весь пул. Также вот здесь вот ваши квесты. Сколько за каждый квест. То есть реально сейчас доработка идет на высшем уровне. Поэтому, друзья, важно, очень важно войти вовремя. По поводу того, сколько я держу. Сейчас у меня 218 тысяч монет MCRT. Это на 2 600 долларов. Курт сейчас стабильный. Сейчас в коридоре идет 0.0.12, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. И, собственно, если бы у меня не взорвали тот кошелек, да, не взломали. У меня бы уже 350 тысяч было. Но не переживаем. Все это понемногу докупаем. И, соответственно, друзья, давайте перейдем сейчас в мобильной версии. Расскажу, кто саппорт, кто кэри, кто массовый урон наносит. В общем, сейчас будет реально интересно. Запоминайте. Кстати, по поводу того, когда выйдет уже полная версия к Рождеству. Джеймс говорил, это основатель проекта, что уже либо открытая бета, либо уже выйдет полная версия. Мы с вами посмотрим. Сегодня я вам расскажу, какие бывают карты, что на них нужно делать. И на каждой карте по два героя вам скажу. Всех героев, понятное дело, мы не сможем посмотреть, потому что это очень долго. И, соответственно, что мы с вами видим? Слева вверху мы видим лучшие фавориты героев, которыми я люблю играть. Наш рейтинг, наш ник. Сверху видим монеты, внутриигровые токены MCRT и нашу энергию. Также видим Grandmaster. Это позиция, в которой вы находитесь в игре. Помимо этого, здесь внизу справа кнопочка Play. Рядом два места, то есть можно приглашать в Тиму и играть в Тиму, зарабатывать. Внизу Activity, то есть здесь все мероприятия, которые мы можем выигрывать, в которых мы можем участвовать. Внизу Daily Revers, то есть это ежедневные награды. От инвайта вам тоже дают сундуки. Это все будет, сейчас это не работает. Руны не работают. Здесь есть герои, кланы, имейл пока что не работают. Помимо этого, здесь вот есть настроечки, где FPS можно графику все понемножку поднастроить. В будущем подключить Google, Facebook и Discord. И, соответственно, давайте перейдем сейчас в герои. Сейчас на данный момент 15 героев. Как правило, их будет 25 пока что. Но пока у нас 15. И, соответственно, если мы выбираем героя, вот я сейчас покажу два игрока, которые один на один очень хорошо стоят. Это первый Грейг, который я сейчас играю. Крейг или Грейг. И, соответственно, я нажимаю кнопочку не Play, а захожу через контекстное меню. У вас его не будет. Это просто внутри командная сейчас разработка, чтобы играть. И у нас имеется 4 вида, не считая туториала. 4 вида битв. Это School Grab, это Escort, это Point Retation и Capture the Point. То есть мы выберем сначала School Grab. Максимально плееров я поставлю 10. Еще раз, у вас этого контекстного меню не будет. Я просто вам показываю, какие на данный момент есть через это меню. Нажимаем School Grab. Помимо того, что можно выбрать тот или иной режим, у нас еще 8 карт. Это реально круто. Мы выбираем пятую карту School Grab. И нажимаем. Собственно, мы загрузились. Вот наши 5 игроков. Что здесь нужно сделать? Здесь у нас есть определенные черепа за убийство. И также они в течение всей игры наделяются на разных картах. И мы должны вот так вот захватывать и биться. После каждого выигрыша нам начисляют вот эти вот черепа. Что делает мой герой? Давайте теперь по героям. То есть вот видите, здесь черепа собираем. Я думаю, вам знаком этот режим. Сразу уйдем отсюда. Посередине всегда основная атака. Она делится на 3 раунда. То есть 3 раза можно ударить. И она перезаряжается. Слева внизу мы видим основной, так сказать, не ульт. Просто который быстрее всего перезаряжается. И соответственно, у меня что он делает? Это станет. То есть я подлетаю. Если ударился об героя, он станет. Вот смотрите. Оп! Все, застанется. И я успеваю 2-3 удара сделать. То есть 1-1. Просто невероятный герой. Один из сильнейших. Скорее всего, как правило, это все будет фиксить. Но пока все, что есть, я вам расскажу. Что делает ульт? Я могу его вот так вот направить. И вылезут шипы. Также застанет героя. Это очень важно. Попасть. То есть здесь еще нужна ловкость рук на самом деле. И никакого мошенничества. Оп! Стан. Все. Очень крутой герой. Понятно дело, это с ботами. Вот. Хотя и боты бывают тут сильные. И соответственно, подытожим. Первый скилл просто бьет. Помимо этого, нижний скилл, который нужно активировать, он бьет станом. Это Крейг. Так, если вы бьетесь об героем, бьет станом. Давайте еще раз попробуем. Покажу. Вот так. Оп. Ну, сейчас не застанилось, потому что не получилось. И ульт он дает шипы. Давайте перейдем к следующей карте. Итак, второй герой, который отлично себя показывает один на один. Это Тара. Это Кэри. Конечно, она с двух тысячек улетает, но наносит очень много дамага. На самом деле, это даже не один на один. Она в толпе за счет своего ульта делает очень много. Теперь мы нажимаем также Крейт Рум. Давайте создадим теперь Д5 карта. И создадим не Скулграб, а создадим Эскорт. Что нужно делать в Эскорте? Давайте 8 человек. Итак, игра у нас началась. Эскорт это определенный режим, в котором посередине на данный момент стоит большой шар. И чем больше людей с той или иной команды в нем стоит, тем быстрее он двигается к противоположной стороне. Наша цель это просто взять и 100% сделать. То есть делаем 100% и мы выиграли. Вот видите, сейчас начинается двигаться. Мы становимся. Сейчас он начнет двигаться. Сейчас просто заблокирован. Нужно, чтобы еще вот. Все, мы пошли. И вот внизу, видите, синяя такая полосочка набирается. Если я один здесь стою, набирается долго, как вы можете наблюдать. Теперь давайте по скиллам. Так мы обходим и 100%. Первый скилл. То есть основной у нас бьет и вперед, и назад. Если у нас бумеранг идет, видите, убил. Первый скилл, нижний, который мы нажимаем, добавляет скорость. И вторая линия голубая добавляет инвиз. То есть нас не видно после второй линии. Это очень важно. И ульт нажимаем, три раза крутится вокруг себя. Притом не весь дамаг может на нее попасть. Вот сейчас мы можем убежать. Не успели. С пару тычек падает. То есть вот этот шар мы доносим до 100%. Например, у нас сейчас, смотрите, 18. Если противники сейчас сделают 19 и время выйдет, они выиграют. Вот такой вот интересный режим на самом деле. Но этот герой не совсем под этот режим. Есть другой, но тоже показывает себя неплохо. Вот здесь сейчас мы можем убить. Раз, два. Кстати, когда вы делаете прыжок, урон вам не наносится. Это одно из крутых преимуществ. Как наполняется ульт? Ульт просто так не наполняется. Нужно попадать по героям, наносить урон. И тогда только наш ульт... Вот смотрите, оп, сейчас появится у меня. Вот сейчас я могу сделать ульт и убить. Раз, два, три. Ну это типа реки Мару, да, в доте, да. Где он в крысу должен подходить. Пару тычек делать, уходить в инвиз. Делать пару тычек, уходить. Вот, но опять же, скорее всего, будут добавлять, что-то фиксить. Пока на момент записи видео вот такие вот скиллы. Переходим к следующей карте. Вот, друзья, один из самых любимых моих героев, в котором всегда играю, часто зарабатываю токены внутри игры. Это Кейли. Давайте создадим комнату. Пятая комната у нас. Capture the point. Давайте. И, собственно, 10 человек. Итак, погнали. Я думаю, данный режим многим знаком. Это режим трех точек, который нужно удерживать. И, соответственно, вот А, Б и С. Чем дольше мы удерживаем, тем больше получаем очков. Итак, что делают скиллы? Во-первых, у меня основная атака бьет тремя такими шариками, да? И они отравляют. Первый скилл у меня также наносится вручную. Вот, если он убивает, добавляет мне ульт. То есть, просто кидаю первый скилл, нижний который, да? Он через время взрывается и наносит урон. Если вдруг я нахожусь в этом кружке, меня хилится. И ульт, соответственно, вот такое вот замедление с большим отравлением. Очень крутой герой. Я просто кайфую от него, потому что им очень удобно играть. И очень много побед именно на этом герое я сделал. Но он один на один тоже сильный. Но есть очень много героев, которые законтрият меня. Поэтому в толпе просто идеально. Особенно на эскорте, на предыдущей карте. Где люди в шаре все целиком находятся толпой. Кидаем туда первый и ульт. И просто это пару киллов сразу есть. Очень много урона, как можете наблюдать. Вот я кидаю ульт наш. И люди сразу отходят. То есть можно еще вот так пугать. Вот. И, соответственно, давайте перейдем к следующей карте и к следующему герою. Следующим героем хочу показать вам Брайн. Или Брайн, или Брайн. Это из разряда танков. Что она делает? Давайте мы сейчас перейдем к карту. И, соответственно, у нас есть еще один режим, который еще не доработан. Это Point Retention. Его мы не будем смотреть. Давайте все-таки перейдем, не знаю, эскорт. Я вам просто покажу последнего героя. И если вы хотите вторую часть, обязательно мне пишите. Уже рассмотрим основных героев. Что я хотел сказать. Основное. Здесь все герои сбалансированы. Очень грамотно сбалансированы. Поэтому нету слабых и сильных. В этом, конечно, ребята очень большие молодцы. Команда реально трудится каждый день. Я до сих пор не понимаю, почему токен не взлетает еще. Но, скорее всего, после листинга игры, после вообще особых новостей, все будет круто. Итак, что мы с вами видим? Следующая карта. Что он мне делает? У меня моя основная, можно сказать, удар. Вот такой вот руками он бьет. Он немного приглушает. Давайте посмотрим. Оп. Такой мини-стан. Первый скилл включаю. Это полностью защита. И руками можно махать. Кстати, если мне по щиту бьют, он взрывается, наносит урон. То есть, очень хороший танк. Вот, 4 кила сделали. Ульт что делает? Мы его вот так вот можем направлять. И, соответственно, прыгнуть. Герой и застанет его. Смотрите. Оп. Все, застанили. Отошел просто герой. Вот. И, соответственно, первый скилл еще раз бьет ладонями. Создает микро-стан. Основной скилл нижний дает нам щит. Нажимаем. Получается, на 3 секунды. Если по щиту бьют, он взрывается. Нужно рядом с героями находиться. И ульт у нас прыгает в толпу и наносит урон со стана. Так. Ну, смотрите. Можем ворваться сейчас в эту толпу. И, соответственно, вот взрывается. Не дают контроля. Вот такой вот герой, друзья. А что вы думаете вообще об этих героях? Нужно ли делать вторую часть? Обязательно пишите. Я думаю, игра реально достойная. Когда еще выйдет все бетки. Проходите квизы. Регистрируйтесь. И участвуйте в закрытой бета-версии. Всем пока, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова